Уже. Всем привет! Я Даша Волкова и сегодня полдник четверга, значит мы с вами будем говорить об искусстве. И вообще я хотела рассказать вам об инсталляциях и показать несколько примеров совершенно современного какого-нибудь искусства 20 века, что-нибудь необычного. Но поняла, что сначала все-таки стоит обсудить, а что такое скульптура, что такое искусство, произведение которого представляют собой объемные объекты. В прошлый раз мы с вами немного поговорили про живопись, про графику, то есть про искусство, которое развивается в плоскости. А сегодня поговорим об объеме. И как говорил великий Микеланджело, скульптура это очень просто. Я беру камень и отсекаю все лишнее. Ну, примерно так, наверное, он говорил. И действительно скульптурой в классическом смысле называют то, что называется ваянием. То есть когда из цельного куска материала, будь то камень, дерево, кости, об этом мы еще поговорим, путем отсекания лишних объемов, лишних плоскостей получают некое изображение. Но на самом деле есть два основных метода для того, чтобы создать скульптуру. Есть то, что называется ваяние, вот это самое отсекание лишнего. Есть лепка, которую я уверена мы с вами все пробовали, потому что хоть раз мы с вами делали фигурки из пластилина, теста, глины и там из чего еще можно лепить. И вот то, что делается обратным путем, то есть не отсеканием лишнего, а налепливанием новых кусочков для получения какой-то формы, это называется пластика. Но в целом и тот и другой метод, он создает вот некоторое объемное произведение. Собственно, вот этот метод пластики, лепки из мягкого материала, его используют для создания, например, моделей, для создания небольших эскизов, или даже для создания каких-то форм, из которых потом сделают отливку в более, скажем, в более твердом материале. И давайте посмотрим на следующий слайд. И это все, конечно, связано с тем, из каких материалов создана скульптура. Как и в случае с плоскостным искусством, этих материалов великое множество. Из всего, что держит хоть какую-то форму, мы, в принципе, можем сделать скульптуру. Ну, например, Вильнера Вильендорфская, одна из самых старых статуэток в мире, небольшая, но очень-очень известная, сделана из известняка. А в центре, на слайде сейчас перед вами большой такой флакон из-под одеколона северный. И, как ни странно, его сделал никто другой, как Казимир Малевич, автор, известный нам автор Чёрного квадрата. И вот этот флакон духов, одеколона в форме ледяной голыбы, он сверху украшен скульптуркой такой медведя. И он сделан из стекла. И скульптура из стекла – это вообще довольно сложная технология, которую я даже не возьмусь вам в точности описать. Ну, и, конечно, это, может быть, всем известны вам мраморные скульптуры, металлические, из бронзы, чугуна, стали и так далее. Костяные скульптурки наверняка вы где-нибудь встречали. Нецке или какие-нибудь предметы декоративно-прикладного искусства, какие-нибудь гребешки, возможно, видели в каких-нибудь музеях. Ну, и, конечно, деревянные. Деревянные скульптуры тоже вы себе можете представить и в качестве древних каких-нибудь древнерусских идолов. Или вот здесь у нас на слайде произведение довольно современной Анны Голубкиной, скульптора начала 20 века, тоже выполненное из дерева. То есть в зависимости от материала автор выбирает, будет ли он отсекать лишнее или он будет лепить, ну, как бы добавляя массу. И, наверное, мы сейчас перейдем уже, собственно, к скульптуре, к ее примерам. И совсем неудивительно, что мы начнем, как всегда, с самой-самой древности. Мы с вами сходу, как всегда в начале каждого нашего путешествия, перемещаемся в Древний Египет и смотрим на так называемые колоссы Мемнона. Правители Древнего Египта, фараоны, такие правители, назначенные богом солнца буквально, избранные, они очень любили создавать свои изображения. Мы об этом немного говорили, когда обсуждали портреты, о том, зачем в египетском искусстве так много портретов. Но в том числе египетские фараоны любили создавать такие огромные изображения себя, такие колоссы. Это обычно две скульптуры одного и того же императора, которые могут создавать такие своеобразные ворота. Например, быть входом в храм или в какой-то архитектурный комплекс. Такие ворота под открытым небом. И вот эти колоссы, их называют колоссами Мемнона, на самом деле они изображают императора Минхотепа III. Они, как вы видите, составлены из отдельных блоков. Они уже, конечно, в довольно плохом состоянии, потому что все-таки им несколько тысяч лет. Вы можете разглядеть, что это два фараона, сидящих в одной позе. Да, такие сидят, и руки у них сложены на колени. Это такая специфическая, ритуальная, каноническая поза. И да, они созданы из отдельных блоков. И вот сейчас они уже начали распадаться. Наверняка, вот я вам сегодня не включила, но наверняка вы прекрасно знаете, как выглядит египетский сфинкс. Тоже гигантская, колоссального размера скульптура. Но еще очень важная вещь, которую подарили нам египтяне, и это их рельефы. Давайте посмотрим на следующий слайд. И тут нужно остановиться и вспомнить, о чем мы говорили на прошлом с вами эфире. Что искусство бывает станковое, а бывает монументальное. То есть станковое, созданное на станке, на мольберте, на какой-то подставке, на столе. То, что можно снять, перенести, повесить на стену и так далее. А бывает искусство монументальное, то есть то, которое связано с архитектурой чаще всего, с каким-то постоянным сооружением. Такое искусство, которое занимает свое место раз и навсегда. И оно как бы для него подходит, именно для этого места и нужно. И вот рельефы, которые были так популярны у египтян, ими украшали как раз-таки стены, стены храмов, стены гробниц. То есть это такое, конечно же, монументальное искусство. И рельеф – это один из видов скульптуры. Скульптура может быть объемной, трехмерной и такой круглой. Ее называют круглой скульптурой, ту, которую можно обойти по кругу. Вот колоссы Мемнона и любые другие колоссы, они относятся к круглой скульптуре. Вы будете долго их обходить, но все-таки в конце концов обойдете. А рельеф, он, в общем-то, плоский. Он практически как картина, но имеет фактуру. И вот, собственно, изображение иногда раскрашивается, иногда не раскрашивается. Чаще всего мы с вами изображение на рельефе видим за счет света тени, если он не раскрашен. И рельефы бывают тоже разных типов. Египетский рельеф – это контррельеф, тот, который утоплен в плоскость. Мы потом с вами посмотрим на барельеф и на горельеф. Это когда они выступают из, скажем, выпуклые. А вот то, что не выпуклое, а углубленное – это контррельеф. Итак, мы с вами сейчас смотрим на такой семейный портрет Ихнатона, где он, его жена Нефертити и их дети. Вокруг их окружают какие-то, понятно, надписи, какие-то атрибуты того, что это царская все-таки семья. Они сидят, скорее всего, на каких-то тронах. И самое главное – это солнце, солнечное божество, самое главное божество в Египте. И оно протягивает к ним так свои лучики, как бы озаряя вот эту семью фараона своей благодатью. Что здесь интересно, что фигуры императора и его детей, они несколько кажутся нам непропорциональными. Но вообще-то этим мы отличали все египтяне, что старались свои изображения делать, может быть, нереалистичными, не иллюзорными, но очень похожими. Опять-таки отправляю вас в лекцию про портрет. И вот по этим изображениям Ихнатона и Нефертити есть даже предположение, что действительно они, ну вот у них был такой какой-то, ну вот такая семейная черта, да, такие странные, немного вытянутые головы. И вообще они немного такие, ну, немного непропорциональные. Но с точности мы этого не знаем. Но давайте посмотрим на следующий слайд. Другой рельеф, древний ассирийский рельеф, который изображает битву. И если вы приглядитесь поближе, да, к какому-нибудь фрагменту, вы увидите, что, в принципе, люди здесь изображены тоже достаточно непропорциональными. У них могут быть большие головы, какие-то слишком широкие плечи, короткие ножки. И, в общем-то, при том, что художники очень подробно нам показывают виды оружия, какие-то виды техники, да, самих людей они показывают каким-то таким странным и необычным для нас образом. И в египетском искусстве, и вот в ассирийском искусстве вы можете заметить, что вот эта черта такая известная, когда голова изображена в профиль, то есть боком, а плечевой пояс изображен в фаз, вот, то есть прямо к нам, а ноги снова изображены боком. Вот это часто встречается в рельефах и древнего Египта, и ассирийских рельефах, и вообще в древнем искусстве, потому что это самые выгодные положения. В рельефе сложно, но можно изобразить полный поворот в три четверти, но он будет не таким выразительным, как если мы покажем отдельно профиль, отдельно, собственно, всю фигуру, и отдельно ноги. И, наверное, с точки зрения нашего нынешнего понимания, как должен выглядеть человек на картине или на рельефе, это не совсем верно, но для художников того времени это, ну, скажем, максимально информативно. Так наиболее понятно, какая на человеке там одежда, какое оружие, какого он, ну, может быть, статуса, кто он по национальности и так далее, и так далее, и так далее. И еще обращаю ваше внимание на то, что вот эта битва сирийская, она расположена такими тремя поясами. Они называются фризы, и они могут тянуться вот по периметру всего помещения. Вот это тоже характерная такая особенность, такими этажами располагать сюжеты. Это могут быть битвы, шествия, или как на следующем слайде. Давайте посмотрим, могут быть какие-то военные сражения, ну, или вот здесь военный ассирийский корабль. Немного этот рельеф, ну, он уже тоже, знаете ли, довольно старый, поэтому немного поотбился, но зато хорошо видно, что это цельный камень, да, на котором какими-то инструментами вот это изображение выбивается. И опять-таки мы здесь увидим, что все головы строго изображены в профиль, что если бы здесь появился человек, то наверняка он по нашим меркам не походил бы на какого-то, не был бы очень похож на настоящее тело, но обратите внимание, сколько переданы деталей. Все морские какие-то животные, да, несколько разных видов рыб. Не просто какие-то рыбки, да, художник изображает нам, а точно рассказывает, по ним заметно, что они разных пород. Там какой-то еще гигантский краб, какие-то летающие еще рыбки, ну, то есть много-много-много всяких разных животных. Вот эти вот волны очень тщательно, да, представьте себе, насколько нелегко попытаться в камне изобразить вот такие изящные волны. То есть художники, да, они немного жертвуют анатомической правдивостью, да, анатомической действительностью, достоверностью в пользу зато вот таких интересных подробностей. И древние рельефы, что египетские, что вот ассирийские, например, можно рассматривать бесконечно на предмет вот таких мельчайших деталей. И это уже у нас с вами скорее, ну, это скорее барельеф. Тут он такой немного комбинированный, потому что есть и утопленные части, но в большей степени все-таки корабль, он такой выпуклый. И это барельеф. А барельеф – это такой рельеф, который выступает из плоскости, но не сильно, меньше, чем наполовину. Обычно считается меньше, чем наполовину самого изображения. То есть только половинка корабля могла бы быть максимумом. А вот кто, в отличие от древних египтян, кто действительно хорошо понимал человеческую анатомию и умел с ней обращаться, и это были скульпторы древнегреческие. И давайте на них посмотрим. А древнегреческие скульпторы подарили нам самые, наверное, знаменитые скульптурные изображения вообще во всей истории искусств. Любую вы набираете греческая скульптура в каком-нибудь поисковике, и видите все знакомые имена. Там будет Зевс, там будет Венера Милосская, будет... Ну, я даже не знаю. Но, в общем, наверняка все эти картины вы видели хоть раз. Из них делают мемы, из них делают рекламу. И мы сейчас попробуем разобраться, почему они такие важны. В первую очередь нужно вспомнить, что античность греческая, да, древняя Греция, это родина не только, скажем, классического искусства, да, но в первую очередь философии, математики и, самое главное, олимпийских игр. И одно из главнейших скульптурных изображений, которое присутствовало в древней Греции, это скульптуры спортсменов, победителей соревнований. А вообще, вот, олимпийские игры были чрезвычайно важны для древних греков, потому что они считали, что человек это, ну, скажем, вершина мироздания, центр мироздания, да, и человек должен быть, ну, скажем, прекрасен со всех сторон. Он должен разбираться в философии, он должен разбираться в науках, он должен уметь разговаривать об искусстве и, конечно, он должен прекрасно выглядеть, он должен быть, ну, скажем, идеально сложенным, в прекрасной форме и, в конце концов, он должен быть спортсменом. И поэтому к спортсменам было очень особенное отношение. Победители вот этих спортивных состязаний, они были такими, ну, героями в обществе, да, как наши с вами звезды, телезвезды, там, музыкальные какие-то звезды, всякие поп-певцы и так далее. И когда проходили очередные Олимпийские игры, побеждал очередной спортсмен, нужно было создать его статую, чтобы увековечить его победу. И для этого собирались скульпторы и, собственно, ваяли вот эту статую. Чаще всего это более бронзовые статуи. Вот, но мы об этом еще, наверное, поговорим. И после того, как несколько скульпторов сделали статую одного спортсмена-победителя, специальная комиссия, в которую входили представители и от народа, и от, ну, скажем, от управления городом, да, они из ряда статую выбирали самую лучшую. И остальные художники, если их статуя не была выбрана как самая лучшая, должны были ее уничтожить. И в итоге оставались только самые-самые лучшие образцы греческого искусства. И это, наверное, одна из, такая, одна из, один из факторов, почему нам от античного искусства досталось все такое прекрасное. Наверняка у них были и неудачные работы, но благодаря вот такой правильной творческой политике мы о них не узнаем. Так вот, эти изображения спортсменов, да, и справа мы сейчас смотрим на Дорифора. Дорифор – это копьеносец. Мы видим, что у него копье лежит на плече. И это, к сожалению или к счастью, копия. И та, и другая работа, которая у вас сейчас на слайде, это более поздние копии римские. Скорее всего, второго века нашей эры, а может быть, еще более поздние. Потому что греческое искусство дошло до нас по большей части в копиях. Есть не так много оригиналов, вот тех самых, которые были созданы в начале. Но благодаря тому, что эти статуи были так прекрасны, так популярны, их копировали уже и римляне спустя, там 200-300 лет. Их копировали и в эпоху Возрождения, и есть и современные копии. И в целом, я думаю, что и сейчас скульпторы занимаются тем, что пытаются воспроизвести вот этот вот, ну, такой вот, эти прекрасные образцы. Поэтому не удивляйтесь, если вы посмотрите в каком-нибудь альбоме или в музее, вы, скорее всего, увидите копию. В этом, ну, наверное, есть некоторые досады, но все-таки хорошо, что мы их знаем в таком виде. И это означает, что они были очень и очень популярны. Так вот, Дорифор Копьеносец, очевидно, победитель соревнований в метании копья. Обратите внимание на то, как он стоит. Он опирается на одну ногу, на правую, да, а левая нога у него так подсогнута немного, и он как будто бы, как будто бы расслабленно припал на вот, на одну опорную ногу. И это фирменный, древнегреческий такой прием, да, фирменная, фирменная античная поза, которая называется контрапост. Такое состояние человека, когда он вроде бы расслаблен и вот так привалился на одну ногу, да, но с другой стороны в любой момент может побежать, прыгнуть и так далее. То есть такой идеальный баланс. Вот как греки видели в человеке идеальный баланс интеллекта, красоты, силы, там, спортивности и учености, скажем так, да, так они и в этой позе видели идеальный баланс спокойствия и при этом собренности или напряженности. Вот благодаря этой позе, наверное, такой точно найденной, да, греческое искусство во многом именно этим повлияло на многие другие статуи. Мы потом еще на них посмотрим. А вот слева у нас дискобол, то есть метатель копья, метатель диска, дискобол, метатель диска. И он находится в другой такой, как это, классической греческой непоизе, да, тут применен такой прием к его фигуре, которую называют иногда хиазм, от греческой буквы хи, такой, ну она похожа на х, такой крестик, да. Это говорит о том, что его фигура закручивается в разные стороны. И благодаря этому, благодаря вот такой скрученности, он как пружина весь, да, он сейчас тоже развернется, и этот диск полетит. То есть мы видим спортсмена в какой-то наивысшей точке напряжения, когда вот-вот-вот и начнется активное движение обратно. Это такое вот закручивание тела позволяет показать всю мускулатуру. И если вы приглядитесь, то, конечно, мы видим с вами все мышцы на всех, все мышцы, все связки, все проступающие там, какие-то, не знаю, сухожилия на руках, какие-то маленькие косточки на кисти. То есть вся-вся анатомия человека вот буквально перед нашими глазами. Это действительно большое достижение греческих художников, потому что тело человека, да, его мышцы, кости, вот это вот все, они очень-очень и очень любили и научились очень точно передавать. Еще одна важная вещь, давайте на следующий слайд посмотрим, которую принесли нам греческие скульпторы, и в частности скульптор Поликлет, автор Дорифора, это канон. Каноном назывался такой свод правил, как пропорционально должна выглядеть фигура человека. На самом деле тут важно отметить, что когда изображали вот этих победивших спортсменов, не старались, в отличие от египетских, например, художников, да, или там каких-то ассирийских, ну, древних, не старались показать спортсмена портретно похожим. На самом деле, если мы, ну, так вот, будем идти мимо ряда статуй, да, может быть, мы даже заметим, что они все, ну, в общем-то, не то, что прям на одно лицо, но есть у них какое-то определенное сходство. Это потому, что портретная их похожесть была не так важна, как было важно создать некое идеальное тело, которое бы соответствовало всяким меркам. Ну, например, там, голова должна шесть или семь раз умещаться в высоте всей фигуры. Если вы хоть раз приходили на занятия в школу искусств, да, художественную школу, пытались рисовать фигуру с натурой или какие-то наброски, то наверняка преподаватели вам говорили, померяйте, чтобы голова уложилась столько-то раз в туловище, там, посмотрите, чтобы рука доставала ровно до середины бедра, там, кончики пальцев, да, и так далее. Вот это все нам досталось еще со времен античной Греции, еще с пятого века до нашей эры. Такое усредненное, но при этом идеальное представление о человеческом теле. Конечно, человеческие тела не бывают одинаковыми, да, и не у всех там голова семь раз умещается, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Но вот так художникам, скульпторам греческим нравилось, чтобы все были идеально красивы, что они всех старались, ну, как-то вот при помощи этого канона, скажем так, облагородить. И это то, что касается спортсменов, да, и героев. А второй очень важный такой образ, столб древнегреческого искусства, давайте на следующем слайде смотреть, это богини. Древние греки, как вы, наверное, знаете, да, они были язычниками, то есть у них был довольно обширный пантеон богов и богинь. И они были всячески разные, все они были, все они нам хорошо известны по мифам Древней Греции, да, мы можем про них прочитать всякие разные истории, кто там кому родственник, кто кому сын. В общем-то, древнегреческие боги довольно, имеют довольно человеческие истории, довольно человеческие привычки. И, наверное, самые известные древнегреческие богини в виде скульптур, это, конечно, Венеры или Афродиты, как они в греческой версии звучат, Венера Милосская, Венера Тавреческая, в общем, их много-много-много-много. Но я вам сегодня покажу не Афродиту, а богиню Нику, богиню Победы. И обычно скульптуры, изображающие богов, устанавливались или в храмах, посвященных этим богам. Ах, как древнегреческие храмы, это совершенно отдельная прекрасная история. Если когда-нибудь мы с вами доберемся до эфира про архитектуру, то обязательно про это поговорим. И вот если строился храм, посвященный какому-то одному богу, то, конечно же, там стояла его скульптура. Но еще статуи богам ставили в каких-то важных местах, ну, например, могли поставить в центре города, если считали, что бог будет этому городу покровительствовать. А статуи богини Ники, так как это богиня Победы, чаще всего ставили в честь каких-то больших побед в сражениях. И важная такая деталь о богине Ники, что она крылатая, что на крыльях Победы, мы с вами знаем, такой фразеологизм. И вот она перед нами тоже, она не самым лучшим образом сохранилась. Да, у нас отсутствуют некоторые части тела, как это часто бывает с греческими скульптурами в силу того, что они довольно довольно старые и часто попадали во всякие переделки, связанные с разрушением городов там и так далее. Но здесь я хочу обратить ваше внимание на то, как созданы одежды, одежды этой богинии, такой фирменный знак древнегреческой скульптуры. Это то, как они создают драпировки. Мельчайшие складочки видны нам. Это настолько удивительно, как можно опять-таки из твердого материала создать иллюзию того, что действительно это какая-то мокрая ткань там наброшена или что она развивается на ветру. Вот это такое большое-большое мастерство и желание создать совершенное произведение искусства. Ну и еще один еще один образ древнегреческой скульптуры я должна вам показать. Женский образ будет на следующем слайде. Просто потому, что он очень очень любопытный. Это кариатиды. И мы с вами сейчас видим фрагмент храма. Храма, посвященного Посейдону, богу воды. И вот один из его портиков, такой вот балкон, перекрытый балкончик, так скажем. Он в качестве колонн. Там стоят такие женские скульптуры. И мы с вами знаем, что атланты могут поддерживать какие-то потолки. Атланты могут служить своеобразными кронштейнами для поддержки какого-нибудь балкона. Если вы сейчас можете пройтись по какому-нибудь городу, где есть подобного рода архитектура, то вы обязательно увидите хоть парочку атланта. А вот конкретно в этом храме появляются кариатиды. Девушки, поддерживающие капители колонн тоже. Ну и конечно же они стоят в фирменной позе в контрапосте. Их тут много. И на них такие платья. Но мы все равно видим, что одна нога стоит прямо, а одна так присохнутая и не расслаблена. То есть им даже не тяжело держать эту крышу. Они такие мощные, что они могут ее вот так вот припав на одну ножку держать. И да, действительно, вот эти фирменные греческие драпировки, где передана каждая складочка, это мы здесь тоже видим. И снова это были спортсмены и Ника. Это была круглая скульптура, как вы можете догадаться. Мы можем обойти ее по кругу, можем поставить ее в центре зала и в центре площади, там, например. Если говорить о кариатидах, очевидно, что это монументальная круглая скульптура, потому что она связана с архитектурой. Мы не можем забрать эту кариатиду и поставить одну, она будет глупо выглядеть, у нее на голове будет капиталь. И не можем убрать ее из здания, потому что тогда рухнет, рухнет, собственно, крыша. И таким образом у нас произведение искусства является одновременно и конструктивной деталью, то есть поддерживающей конструкцию здания. Это такой интересный момент. Но делали греки и рельефы. На следующем слайде фрагменты рисунков, реконструкции графической и реконструкции объемной западного фронтона одного из главных храмов Афин Парфенона. И почему это реконструкции? Потому что Парфенон как раз-таки подвергался и бомбежкам в 20 веке, и до этого тоже разные разрушения с ним происходили. И на самом деле от этого фронтона, а фронтоном называется вот эта треугольная часть над входным портиком. Скажем так. Фронтон может быть с одной стороны, может быть с другой стороны. Главное вот этот треугольничек крыши, скажем так. И сейчас от него остались только фрагменты. И вот по зарисовкам 18-19 века восстанавливают рисунок этого архитектурного, скульптурного сюжета. И здесь мы с вами видим сюжет там довольно такой несложный, с одной стороны. Богиня Афина и бог Посейдон спорят о том, кто будет управлять Атикой, кто будет управлять большей частью Греции. Наверное, вы можете про это прочитать в каком-нибудь мифе и подробнее узнать про события. А я вам только скажу, что, конечно же, это монументальная скульптура. Она не просто связана с архитектурой, она создана специально для архитектуры. И обратите внимание, таких фронтонов в греческих храмах много, потому что все храмы одного типа и всегда вот эта площадь, она всегда примерно одинаковой формы. И греки долго искали в своих композициях, как же им уместить множество разных скульптур, так, чтобы они гармонично вот в эту сложную форму поместились. И они придумали, что главные скульптуры будут в центре, они будут стоять, и там могут быть икони какие-то и так далее, а второстепенные какие-то персонажи потихонечку будут к краям отодвигаться. И вот мы видим, чтобы поместиться в эту узкую часть под крышей к самой крайней фигуре, они даже лежат. Вот так художники подошли к композиции, чтобы выйти из положения. И фронтоны, вообще греческие храмы украшались скульптурой со всех сторон, не только во фронтонах, и чаще всего мы можем смело сказать, что это го-рельеф. То есть это рельеф, он связан со стеной, мы не можем его обойти. И если мы возьмем какие-то остатки вот этих скульптур и посмотрим на них сзади, мы увидим, что там есть определенное какое-то место крепления к стене, скажем так, что сзади форма не так проработана. Но все-таки они очень сильно выступают из плоскости, то есть больше, чем наполовину своего объема. Вот это и называется го-рельеф. Еще одна интересная вещь, которую нужно сказать о греческой скульптуре, да, следующий слайд нам уже, что мы с вами привыкли к тому, что она белая. И уже по умолчанию воспринимаем, что ну как бы так и есть. А на самом деле греки свои скульптуры раскрашивали, причем достаточно нарядно. Вот сейчас перед вами несколько разных тоже реконструкций. Эти реконструкции делают по остаткам краски. На некоторых скульптурах, вот таких вот типа как похожих на эту девушку слева, да, есть тоже можно найти картинки, где остатки краски еще проглядывают, как-то она лучше сохранилась, скажем, да. И вот по ним историки, да, историки и художники пытаются восстановить. И раскраска получается очень-очень нарядная и очень-очень радостная. Поэтому, когда мы с вами думаем, что в Греции все такое белое однотонное, мы должны всегда вспоминать, да, что они вот так вот на самом деле храмы выглядели довольно-таки веселенько. А скульптуры раскрашивались вплоть до подбора цвета кожи, там, рисования каких-то черт лица, глаз и так далее. То есть, они были гораздо больше похожи на людей, чем, еще больше, скажем так, похожи на людей, чем мы знаем сейчас. И я уже говорила, что греческая скульптура повлияла на всю историю искусств. В первую очередь, вот этим своим подходом, этим желанием изображать человека, с этим своим желанием изобразить идеальный образ человека, со своим стремлением передавать очень тонкие какие-то вещи, как, например, складки, или какие-то анатомические подробности интересные. И во многом мы вот эти отсылки к древнегреческой скульптуре, ну и архитектуре тоже, мы сегодня про скульптуру говорим, мы находим во многих, многих, многих последующих стилях, направлениях у многих художников. И мы бы, наверное, могли перенаходить и перечислять вот эти отсылки очень долго, хотя бы начиная с того, что каждый художник хоть раз изображал какую-нибудь Венеру. Ну или вот, например, давайте следующий слайд. Знаменитый Давид Микеланджело и вообще все искусство эпохи Возрождения, оно пропитано интересом и любовью именно к древнегреческому искусству. Дело в том, что в эпоху Возрождения был такой, знаете, подъем моды с одной стороны, а с другой стороны подъем изучения истории античности, подъем интереса к античной философии, находили много в раскопках, находили много скульптур, да, где-то на таких любительских раскопках, скажем так. И именно, наверное, мода на античную Грецию сделала эпоху Возрождения такой, такой, невероятно важной в истории искусства. И вот Давид Микеланджело, наверное, одна из самых знаменитых скульптур вообще в мире, да, все мы ее с вами видели много раз, она тоже известна нам во множестве копий, одна из таких копий есть в Пушкинском музея в Москве, например. Да и, честно говоря, копия Давида, всей фигуры, рук Давида, лица Давида, я вам даже больше скажу, частей лица Давида, есть, опять-таки, в каждой художественной школе, в каждом художественном магазине. Этот образ стал таким эталоном, таким идеалом, что его изучают уже даже и по частям. И опять-таки, если вы вздумаете научиться рисовать, то обязательно в какой-то момент перед вами поставят ухо Давида, глаз, нос, рот, потом весь торс и потом, наконец, целиком фигуру. И обратить ваше внимание я хочу на то, опять-таки, как он стоит. Давайте вспомним, что Давид это такой молодой молодой иудейский царь, которому предстоит сразиться с гигантом Голиафом. И в этой скульптуре Давид изображен перед битвой. То есть, опять-таки, в самый такой неточный, в самый напряженный момент, в самый момент неизвестности, что сейчас должна начаться битва. И стоит он именно в той самой позе, когда он плотно опирается на одну ногу, а вторая у него как бы расслабленно. И мы с вами прекрасно видим, что с одной стороны он расслаблен, и у него какой-то прямой спокойный взгляд, никакой мускул на лице не дрогнет, совершенно спокойная постановка, спокойный контрапост. с другой стороны, мы понимаем, что он полон силы, да, он, во-первых, очень, мы с вами видим, что это мощный такой, скажем, мощный молодой человек, который много всяких мышц, да, он в состоянии вступить в битву. И вот мы снова сталкиваемся с этим сочетанием спокойствия и напряжения, расслабленности и собранности. Вот этот взгляд, в нем даже есть какая-то задумчивость, то есть, казалось бы, человек перед битвой, но даже в этот момент у него какая-то, ну, какая-то, может быть, ему даже философская мысль в голову и пришла. Вот это такие фирменные знаки классической скульптуры, а пятый век до нашей эры в Древней Греции еще называют классикой, и все, что сейчас отсылает к ней, тоже можно назвать классическим. И это было самое начало 16 века, да, Давид Микеланджело, он ровесник Мона Лизы, на всякий случай скажу вам, но и в 20 веке мы все равно видим влияние античной скульптуры, давайте смотреть следующий слайд, точно так же наверняка невероятно вам известная работа скульптора Веры Мухиной, рабочей колхозницы, мы встречаем ее на открытках, в заставках, перед фильмами, ну и если вы живете в Москве, то вы прекрасно знаете, что на ВДНХ она располагается, можно прийти и посмотреть. Эта скульптура была создана как завершение павильона СССР на международной выставке в Париже, то есть когда все страны собираются представлять свои достижения и строят для этого выставочные павильоны, и вот у советского павильона была такая такая навершия, да, давайте на следующем посмотрим другие ракурсы немножко, это такое важное свойство скульптуры, конечно же, что ее можно и нужно смотреть с разных ракурсов, потому что в отличие от картины, которая, как правило, имеет все-таки одну желательную точку рассмотрения, то скульптуру нужно и можно обходить, потому что с каждой точки мы находим новые какие-то нюансы, поэтому если вдруг вам встретится какая-то скульптура, может быть в городе, в парке или даже рабочие колхозницы, когда наконец можно будет гулять по ВДНХ, не поленитесь действительно обойти со всех сторон и подметить какие-то интересные детали, как лежат драпировки, какие иногда к скульптурам, в том числе и античным, следует присмотреться, а что внизу, не сидит ли там какой-нибудь животный, не лежат ли там какие-нибудь вещи, и это всегда такой очень интересный квест. Так вот, фигуру, это скульптура, она была создана, она сделана из металла, насколько я понимаю, есть некий каркас, который сверху обшит металлическими листами, тут я боюсь собрать насчет технологии, но совершенно точно ее по частям привезли в Париж и там уже собирали тоже заново. и что касается сюжета, то перед нами понятно, рабочая и колхозница, мужчина и женщина, индустрия и сельское хозяйство, то есть такие советские, советские, черное и белое, советское и ниянь и так далее, идеальные, такая идеальная пара, идеальный опыт, но и стоят они весьма специфические, наверняка тоже все вы хоть раз пробовали с кем-нибудь из друзей такую позу повторить. Так вот, у этого есть весьма интересный образец. Давайте посмотрим на следующем слайде. Еще одна классическая греческая скульптура, которая называется Тирана Борцы или Тирана Убийцы. Тирана Убийцы лучше звучит с одной стороны, с другой стороны есть какой-то негативный оттенок. Они все-таки с тираном боролись. Это скульптура, посвященная двум греческим героям, скажем так, Гармодий и Аристогон, Аристогон, Аристогетон, всегда мне сложно это читать, но не суть. В общем, два персонажа, которые совершили покушение на тиранов, которые незаконно там заняли власть, как-то издевались над народом. Ну, в общем, я думаю, что эту историю вы тоже можете найти, если заходите и подробно изучить, в чем же там было дело. Но так сложилось, что они стали такими героями, борцами за свободу, борцами за демократию, скажем так, и для них создали в их честь такую скульптуру, где они тоже стоят рядом с друг другом, заносят вот свое оружие, которым они боролись с этими самыми тиранами. И когда Вера Мухина вероятно искала какие-то, скажем, референсы, примеры для своих рабочих и колхозниц такой активный жест борцов за справедливость конечно ее мог привлечь. И это далеко не последний пример того, как отголоски классической античной скульптуры встречаются в нашем с вами практически уже современном мире. Но несмотря на это, несмотря на то, какая бы ни была великая античная традиция, гуманистическая традиция любви к человеку, любви к человеку сильному, со всех сторон идеальному, в скульптуре и вообще в искусстве есть, конечно, и другие тенденции. И сейчас мы с вами буквально несколько из них посмотрим. Посмотрим на следующем слайде. Вот, например, слева у нас Альберто Джекаметти, его шагающий человек. Это середина 20 века. И обратите внимание, насколько он буквально противоположный с этим греческим героем. Он такой весь истонченный. У него, конечно, нет никаких мышц, он не способен побить никакого голиафа, не способен бороться с тиранами. Этот человек, он хрупкий, он очень, казалось бы, он опирается на две ноги, шагающий человек, он идёт, но при этом он в очень неустойчивом положении, он такой какой-то трепетный, знаете, сомневающийся, какой-то неспособный, возможно, даже противостоять миру. Но интересно ещё эта поверхность с конца XIX века в скульптуре появляется интерес не просто к гладкой поверхности, а к такой фактурной, которая сама по себе представляет некую абстрактную эстетику. Ну, а справа у нас Дональд Джатт, один из художников-минималистов, и как и другие художники-минималисты, он вообще отказывается от изображения человека, от изображения вообще считает, что скульптура должна быть вот такая, состоящая из прямоугольников, расположенных на равном расстоянии, очень прямая, очень прямоугольная, мерная, и, в общем-то, тоже с какой-то стороны это идеал, такой своеобразный геометрический идеал. На следующем слайде у нас будет будут скульптуры, кого бы вы думали. Ой, тут неправильная подпись. Дайте внимание на подпись. Скульптуры Пабло Пикассо, давайте на следующий тоже посмотрим сразу. Мы с вами знаем Пабло Пикассо как живописца, но скульптуры, как любой уважающий себя художник, он тоже так немного занимался. И это металлические скульптуры, одна из них справа изображает какой-то человеческий образ, плюс, но такой отсылающий немного к каким-то африканским идолам, каким-то скульптурам дикарей. У нее один глаз, она такая, ну знаете, вроде бы мы узнаем, что что-то человеческое в ней есть, но она уже имеет какие-то и абстрактные черты тоже. Ну, помним наш эфир про натюрморты, как любили художники, кубисты любили музыкальные инструменты, и вот такой же музыкальный инструмент в кубистическом разложении, но в скульптуре тоже металлической. И Пабло Пикассо экспериментировал со скульптурой и в начале, и в середине 20 века, и этим повлиял и на русских художников тоже. Давайте посмотрим следующий слайд. Это русский художник, один из представителей русского авангарда Владимир Татлин, и есть легенда, что он однажды незаконным путем попал в мастерскую Пабло Пикассо и подглядел, что он там делает. Это легенда, но тем не менее в 14 году, тогда же, когда Пикассо делает вот эту гитару металлическую с натянутыми струнами, Владимир Татлин на выставке представляет угловой контррельеф. Название совершенно угловой, потому что он в углу. А почему контррельеф, не очень понятно, потому что мы с вами видели, что контррельефы выглядят по-другому. Тем не менее, эта скульптура, казалось бы, потому что она создается из твердого металла. Она имеет некоторый объем. Она абстрактная, то есть не изображает никакого человека, но тем не менее это все-таки некая объемная композиция. Но с другой стороны она уже начинает, мы уже начинаем задавать вопросы, а разве может быть скульптура из двух разных материалов? То есть тут есть нитки, есть металл, есть кусочки дерева. Не нужно ли назвать это как-нибудь иначе? И вот, наверное, здесь уже можно было бы впервые употребить слово инсталляция, потому что некое объемное произведение искусства, оно, ну, скажем, инсталируется, встраивается в интерьер, вот в этот самый угол, и это не скульптура в том смысле, что мы не отсекали лишнее, и мы не налепли в леновое. Это нечто составленное из разных материалов. посмотрим на следующий. Ага, вот еще один тоже контр-релье. Ну, про Татлина и его прекрасные произведения и летательные аппараты и изобретения и так далее можно говорить бесконечно, но я рассказываю вам о нем специально, чтобы подметить этот момент. в начале 20 века язык скульптуры начинает меняться, потому что художники пробуют составлять разные материалы, пробуют не ставить скульптуру на постамент, а, например, подвесить ее в углу. И это все дает нам какие-то новые темы для размышления. И давайте посмотрим буквально еще несколько штук. Это известнейший российский скульптор Эрнст неизвестный. И я надеюсь, что вы про себя уже повторяете монументальная скульптура, рельеф, скорее всего, скорее всего, барельеф, все-таки, но довольно крупный. Давайте посмотрим еще на следующем. Монументальная, потому что создано специально для здания, это административное здание в Ашхабаде, столице Туркменистана. И это ряд рельефов. И я хочу обратить ваше внимание на то, как человеческие фигуры соединяются вот с таким восточным орнаментом. То есть художник не просто вводит какой-то сюжет, но и какую-то национальную специфику в этом туда еще и вплетает. И у нас получается такая декоративная композиция. И еще одна скульптура тоже значительного размера. И это 2007-2010 год одно из очень-очень один из очень новых таких примеров скульптуры. И это движущаяся скульптура. Она посвящена истории любви двух людей. Вы тоже можете ее прочитать. А еще вы можете кстати загуглить в ютубе где-нибудь видео этой скульптуры в движении. Но вот эти две фигуры они в какой-то момент начинают двигаться навстречу друг другу. Встречаются за счет вот этих конструктивных особенностей скульптуры проходят сквозь друг друга и скажем так расстаются. Такая простая но при этом очень трогательная. При этом эти фигуры гигантского размера поэтому это невероятно впечатляющее. Вот такая история любви и расставания. Прочитайте ее целиком. Я думаю что вам понравится но я хочу обратить ваше внимание на то что казалось бы это человеческие фигуры на постаменте и что это довольно классическая скульптура но они начинают двигаться они начинают взаимодействовать они практически бесплотные поскольку они могут пройти сквозь друг другу и это тоже говорит нам о том что на скульптуру есть какой-то совсем другой взгляд и мы не уверены что можно именно скульптурой это назвать или это можно назвать кинетической скульптурой можно назвать инсталляцией а можно назвать вообще каким-то просто механическим зрелищем и важно всегда помнить что виды искусства и жанры искусства это такие условные вещи которые мы с вами используем для ну скажем ориентации в мире искусства чтобы лучше как-то друг друга понимать но все-таки они не такие жесткие рамки раздвигаются и некоторые произведения довольно сложно классифицировать поэтому нужно об этом всегда помнить и позволять себе свободнее смотреть на виды и жанры искусства и наконец последнее на сегодня произведение которое я хочу вам показать потому что совсем недавно оно целое лето простояло на набережной в городе Самара и это скульптуры скульптура состоящая из двух частей она сделана из металла из таких металлических полигонов и покрашена вот прекрасный розовый цвет и надо сказать что у этой скульптуры конечно есть некоторая легенда есть легенда про то что под землей живут гигантские великаны и один из них ну они живут там как обычные люди внутри земного шара у них растут деревья кронами внутрь стоят вот так домики то есть у них вместо неба центр земного шара наоборот и вдруг один из этих великанов он случайно просунул руки наружу и вот так щупая пытается понять а как мы тут с вами живем как там на той стороне поэтому он называется слепой интерес потому что он еще пока что не видит но пробует пробует ощупать как тут у нас интересная деталь в этих скульптурах в том что к ним можно подходить их можно трогать к ним можно залезть куда угодно и конечно есть у каждого жителя Самары есть фотография где он сидит на пальце где он залез под руку и так далее и так далее и так далее и это тоже не всегда было в скульптуре потому что скульптуру в музее мы с вами потрогать не можем скульптуру на площади мы в принципе потрогать можем в общем можем даже наверное залезть на нее но у нее есть некий постамент и там надо как-то карабкаться и может быть даже и милиция придет да скульптуру монументальную мы даже если можем потрогать ну довольно ну скажем если это рельеф какой-то ну сложно с ним как-то взаимодействовать что ли а вот такие скульптуры как раз таки настроены на то что мы будем лазить между ними там играть куда-то вставать к ним и так далее это как раз таки одно из свойства современной скульптуры как вида искусства что люди могут с ней взаимодействовать что она рассчитана на то что люди придут и будут там что-то делать будут как-то с ней как-то с ней общаться и как-то ее дополнять и здесь тоже размываются границы вида искусства мы можем сказать что если переставить эту скульптуру в другое место то она частично потеряет свой смысл и может быть она должна находиться именно здесь именно всегда и именно в таком положении и именно для того чтобы люди с ней как-то взаимодействовали но точно такие же критерии мы можем применить и к искусству инсталляции и наверное на этом я закончу оставлю вам тут вопрос в качестве подвешенный вопрос да что происходит с видами искусства и жанрами в 21 веке и попробую поотвечать на ваши вопрос почему в древнем Египте был свой стиль в древней Греции свой стиль а мы застряли в эпохе возрождения и весь Александровский сад заставили несовременными скульптурами это хороший вопрос я тоже иногда о нем думаю но видимо какая-то сильна может быть сильно влияние художественной школы в том смысле школы вот как академии художеств да может быть действительно есть какая-то инерция в нашем вкусе то есть может быть долгое время у нас ну не сказать что у нас есть какая-то популяризация современного искусства даже наверное наоборот современного искусства у нас боятся как бы считают его там ну каким-то и так далее и это мешает нам наверное развивать свой вкус а наверное есть какое-то предубеждение вот как в 30-х годах было предубеждение что простым людям нужно простое искусство и нужно им показывать как бы какие-то понятные сюжеты вот возможно это предубеждение осталось до сих пор у тех кто отвечает за то какими скульптурами в общем-то будет населен наш город это же вопросы там управления вопросы самой системы заказов художественных и так далее то есть это какая-то комплексная какая-то история я думаю что если мы хотим увидеть что-то новое у себя в городе да а не то что застряло в возрождении хотя там не всегда все так но не важно нам нужно в первую очередь себя развивать и интересоваться интересовать со современным искусством постараться заинтересовать тех кто вокруг и тогда наверное что-то изменится что побуждало Пикассо все дальше и дальше уходить в кубизм абстракционизм и так далее он не уходил все дальше в кубизм абстракционизм и так далее у него были классические периоды были не только в начале да то есть после того как он прошел три стадии кубизма он возвращался к такому фигуративному более классическому искусству дело в том что Пикассо был просто ну это великий художник это человек такой такого склада характера и ума что бесконечный поиск бесконечный поиск новых форм новых там каких-то направлений новых стилей новых форм выражения своей мысли для него естественное естественное состояние а он еще прожил долгую жизнь но он далеко не всегда как бы он пришел к последней стадии кубизма как и все в десятых годах в конце десятых годов а после этого он прожил еще чуть ли не 50 лет и там было много много разных направлений это не какое-то линейное движение можно ли считать установленный на постаменте танк или истребитель скульптурой нет скорее это не скульптура и это вот как раз можно назвать или инсталляцией если применить определенные критерии например учитывание задействование контекста если в этот танк можно залезть или если он как-то там изменен либо же это можно считать объектом потому что есть такой вид искусства скажем как объект когда готовый предмет к которому художник не прикладывает собственных усилий выставляется можно исчезть его таким но но чаще всего у нас танки стоят просто как танки как памятники то есть они не произведения искусства поэтому наверное их можно и вообще с точки зрения искусства не рассматривать а рассматривать просто как памятники техники использовал пикассо элементы из военных деталей в своих скульптурах очень может быть но точно не скажу не уверена но может быть его волновала военная тема в том смысле но наверняка вы знаете его гермику он мог это использовать как символический момент наверное да больше всего вопросов у зрителей вызывает Петр Первый Шемякина в Петропавловке здесь что-то давно его не видела не могу представить какие вопросы он может вызывать поэтому наверное не отвечу а размер головы ну это как бы размер головы пропорции в скульптуре могут зависеть от разных вещей если даже это реалистичное полотно может зависеть от там какой-то тенденции просто ну общей да вот все когда вдруг в какое-то там десятилетие двадцатилетие все делают голову чуть больше ну как бы такой общий тренд ну бывает или там чуть меньше руки чуть длиннее ну и так далее может быть такое с головой Петра Первого ну это еще может быть связано с тем что когда делают скульптуру реального какого-то персонажа исторического как правило скульптура такая городская она рассчитана на более ну такое дальнее рассмотрение издалека да и вот иногда со скульптурой такое случается как с театральным гримом когда вы издалека смотрите и нормальный человек а вблизи подходите и ужас какой-то то есть такое гипертрофирование каких-то особенностей человека и которые смотрятся в итоге могут смотреться как-то не очень удачно ну то есть там много всяких причин может оказаться может быть банально еще и не владение мастерством но я думаю что это не тот случай был ли Татлин знаком с теорией струн есть ли у него объемные скульптуры из стекла проволоки и так далее у Татлина есть множество всяких объемных скульптур правда сейчас они все тоже наверное в виде реконструкции потому что они были очень хрупкие в Третьяковке есть целый какой-то запасник Татлина когда она откроется посмотрите насчет теории струн не знаю я вообще не уверена что теория струн уже была сформулирована к 20-м годам это у физиков спросить я тут не шарю кто из авангардистов работал с электрическими инсталляциями из художников русского авангарда вроде бы никто потому что тогда кинетическое искусство еще не было в в части ну в смысле не было популярным кинетическое искусство с электрической инсталляцией это вторая половина 20-го века ну тут надо отдельно говорить там был ряд художников какие скульптурные композиции наиболее известны в области мостостроения ой ну знаете первое что приходит на ум относительно мостов и скульптуры это господи композиции с конями клод на ничковом мосту но не знаю известна она вам наиболее или нет мне в это пришла в голову ракетановая ДНХ тоже относится к скульптуре или у нее другой жанр жанр это категория содержательная а скульптура это вид искусства ракетановая ДНХ я думаю что да скорее это это ближе к скульптуре я вот не помню у нее есть какая-то еще функция существенная кроме того что она там стоит давайте считать это скульптурой вот работали ли русские скульпторы за границей над какими либо крупными проектами и над какими если да на вскидку что-то я не помню каких-то крупных проектов если вспомню напишу в комментах под видео можно попробовать да прочекать я постараюсь и напишу как скульптура может развить странный вопрос развить что как скульптура может развивать ваше чувство вкуса или ваше объемно-пространственное мышление или ну как созерцание любого вида искусства скульптура созерцание скульптуры развивает в первую очередь ваш кругозор ваше объемно-пространственное мышление ваше представление о форме ваш вкус если это хорошая скульптура то опять-таки как любое произведение искусства если в этом вопрос как определить ерунда или шедевр я не знаю как ответить на этот вопрос нет критериев наверное объективных что такое ерунда или шедевр вы можете сравнить с произведениями современников вы можете сравнить с произведениями прошлого если вы видите что очевидно не очень если говорить о реалистической скульптуре какой-то фигуративной то тут очень легко вы можете сравнить просто это вообще ну как бы отражает реальность или нет если речь идет о какой-то декоративной абстрактной скульптуре то можно призвать на помощь знание что такое композиция но это опять-таки не столько знание сколько развитый вкус то есть ерунда или шедевр зависит от того с какой точки вы смотрите можно смотреть с точки зрения композиции и формального совершенства как с точки зрения искусствоведа с такой технической например можно смотреть с точки зрения рынка это может казаться вам ерундой а у этого огромный спрос и тогда ну уже мало ли что вам там кажется если у этого есть куча поклонников можно смотреть с точки зрения зрителя и просто сказать отражает ли это какую-то понимаете ли вы идею автора чувствуете ли вы какой-то существенный посыл потому что если вы смотрите и все вокруг говорят что это ерунда а у вас какое-то откровение на вас нисходит вы вдруг понимаете некую истину о себе и о мире то неважно что кто-то нам счел этой ерундой и тогда наверное художник создал шедевр тут есть множество разных подходов особенно в 21 веке когда искусство пользуется всеми подходами сразу практически стиль я не упомянула понятие стиль я не упоминаю понятие стиля потому что разговор о художественных стилях он может занимать какое-то бесконечное количество времени художественные стили это отдельная большая тема и стиль это такая ну как бы это такой термин который обозначает некий набор свойств который характеризует искусство определенной эпохи это такое самое простое определение поэтому нельзя сказать умышленно стильные можно сказать стилизованные в том смысле нереалистичные а безупречно стильные это могут быть брюки мне кажется ну не сфинксы а сфинксы на университетской набережной они это если я не ошибаюсь это Аминхотеп опять-таки то ли второй то ли третий и он может быть это же настоящий как бы настоящий фараон он может быть стилизован потому что человек не может быть стилом кисоньки но портрет портрет это его почему было модно в эпохе возрождения делать фигуру людей обнаженными потому что спортсмены это опять-таки это отсылает нас к античной Греции спортсмены на олимпийских играх там и так далее занимаются спортом обнаженными и вот как они пробежали да внетнули копье и вот как они были так их и изображают и поэтому с одной стороны чтобы показать все человеческое тело да всю его анатомическую красоту а с другой стороны ну для античной Греции это было просто правда жизни как поддержать начинающего скульптора если он не раскручен да скульптурой сложнее потому что скульптура это затратное произведение искусства для того чтобы создать скульптуру нужно много денег для того чтобы установить ее нужно какое-то разрешение но для этого есть резиденции фестивали и конкурсы и если действительно стоит задача раскрутить художника или скульптора то вот с этого с этого можно начинать сейчас говорят что скульптурные резиденции это будет тренд следующих там каких-то лет их немного но на них из такой небольшой спрос то есть всегда можно подать заявку и получить поддержку не от государства например а от фондов каких-то от каких-то художественных институций для того чтобы практиковаться выставляться и так далее есть специальные сайты которые говорят где ну то есть которые сайты агрегаторы как раз таки резиденции конкурсов и так далее надо просто на них посмотреть и все будет хорошо почему так мало скульптур Сталина он так прекрасен со всеми усами весь материал на Ленина ушел я думаю что скульптур Сталина было немало просто было развенчание культа личности и наверное часть этих скульптур была убрана как прежде перед Лениным убирались скульптуры царей вот а наверное их было не меньше развенчание культа Ленина и не было пока что поэтому Ленин весь стоит на тех местах где и стоял можете ли сказать что-то хорошее Петре Первом на Москве реке нет не могу сказать ничего хорошего потому что скульптура одно из тех произведений один из тех видов искусства про которые вот нужно сказать чем больше силы тем больше ответственность и поскольку скульптура это дорого и большая скульптура это очень доминантное такое как это произведение искусства которое сразу притягивает внимание которое меняет ландшафт которое меняет вид поэтому к нему требования должны быть если это большая городская скульптура очень и очень жесткие и каждый раз перед тем как вмешаться в вмешаться в городскую среду нужно подумать 10 20 30 раз а потом не вмешиваться например скорее всего лекцию о кинетических механических и электрических инсталляциях ну я попробую вставить в лекцию про инсталляции но там посмотрим может быть может быть также придется делать отдельную как вот сегодня про скульптуру работа с пиротехникой просто почему работа с пиротехникой происходит только на фестивалях потому что это довольно сложно воспроизвести это какой-то ну расходный материал да который как сказать в общем это довольно одноразовое искусство поэтому очень наверное не так популярно делать что-либо что горит это во-первых опасно во-вторых мало предсказуемо ничто не горит одинаково два раза ну и в-третьих просто постоянно восполнять что-либо это довольно сложно с какого размера статуэтка превращается в скульптуру ой ну не знаю ну то есть скульптура давайте так если она ближе к человеческому росту да вот если мы видим скульптуру человека которая приближается к натуральному размеру то понятно что это скульптура если это фигурка человека там которая 20 сантиметров и она максимально далека от человеческой ну как бы масштабности да не масштабной человеку то наверное можно назвать ее статуэткой опять-таки если скульптура стоит на постаменте и как-то ну она организует вокруг себя пространство то можно сказать что это скульптура если это статуэтка которую мы переставляем с полки на полку то мы и говорим статуэтка ну то есть это не очень это не очень точный какой-то термин не очень математическое понятие почему в 20 веке началась мания гигантизма большим проектом и часто олиповатости совсем нет в 20 веке были периоды брутализма которые абсолютно не олиповато и наоборот супер минималистичный про гигантизм тоже не могу сказать но что прям гигантизму есть много скажем много это нет такой четкой тенденции в период расцвета соцреализма когда вот была какая-то гонка за влияние вот почему ну есть такое мнение да почему рабочие колхозницы такие большие скульптуры да потому что павильон СССР стоял напротив павильона Германии и это действительно было соревнование кто построит выше может с такими вещами может быть связано а какой-то прям тенденции нет это частный случай скульптура Китая и Индии и это восточное искусство это отдельный такой мир знаете отдельную тоже надо либо читать лекцию в восточном искусстве есть своя опять-таки там есть свой пантеон богов которым всем полагаются скульптуры там есть свои тоже традиции но это в двух словах не сказать есть свои материалы есть свои там жанры тоже но это все слишком не для ответов на вопросы почему в Египте и в Китае иероглифы это наверное к филологам с этим вопросом так развивалась письменность в разных в разных культурах надо спросить у кого-то более сведущего вам точнее скажут почему не восстанавливалась традиция короче видимо почему не раскрашивают скульптуры как ну во-первых то что скульптуры были раскрашены это не сразу поняли это вот это довольно-таки новейшие исследования находят эти частички краски там и так далее да то есть в античном в эпоху возрождения об этом могли просто-напросто не знать а сейчас я думаю что это делается для научных каких-то целей но уже скульптуры которые стоят сейчас раскрашивать если вы имеете предупреждать какую-то реконструкцию ну это какое-то варварство уже по отношению к ним наверное почему современные скульптуры не делают с раскраской ну я думаю что может быть потому что привыкли смотреть на них вот таких однотонных может быть потому что уже нам не требуется делать супер реалистичное изображение вот ну просто представьте да будет стоять ленина у него будут зрачки прорисованы ну что жутковат наверное ну это вопрос не знаю но мне кажется это просто никому не понравилось бы если бы мы сейчас раскрашивали скульптуры так как отделали греки как вы относитесь к тому что большое количество домов в авангардном стиле в Санкт-Петербурге было снесено оправдываясь тем что не старина о это больной вопрос я отношусь к этому чрезвычайно плохо я очень грущу по этому поводу это проблема не Санкт-Петербурга это проблема всей России что мы не не в состоянии оценить наследие модернистское не не дореволюционное да а именно модернизм начало 20 века и советские и второе половина 20 века в том числе нету очень мало специалистов которые готовы есть но их недостаточно их скажем вес недостаточен недостаточно наверное мы все с вами просто любим эти здания потому что ну потому что нужно было бы потому что было бы сложнее наверное их сносить если бы было понятно что люди против что они там любят это здание и так далее с петербургом печальная история состоит в том что это у этого города есть определенный бренд да определенный такой вид петровского города который будут сохранять и вот этот его туристический как бы облик да у других городов в этом смысле больше шансов вот я думаю что надо опять-таки надо про эти здания узнавать надо на них учиться смотреть надо учиться ценить не только вот там лепнина эти там атланты львы маскароны и вот это вот все то есть не только научиться смотреть не только на это потому что понятно что гипсовая лепнина там или мраморные какие-нибудь мраморные колонны там мраморные мозаики понятно что это красиво нужно учиться еще понимать что такое конструктивизм что такое модернизм Почему был, понимаете, ценность архитектуры не только внешней, но и, понимаете, например, уникальность каких-либо перекрытий гигантских. Тогда бы, может быть, и скака бы стоял, и еще много-много прекрасных зданий. Надо просто просвещать себя и окружающих, ну и бороться за архитектуру своих городов. А мне пишут, что вопросы закончились. Всем спасибо. Надеюсь, вы узнали что-нибудь новое. Спасибо Александру и центру Архе. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok